Здравствуйте, в прямом эфире Ахбарот 24. Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиоева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное своевременному и качественному проведению агротехнических мероприятий по уходу за хлопчатником, возделыванию повторных культур на освободившихся из-под колоссовых площадях, заключению договоров и обеспечению авансовыми средствами аграриев. По этим и другим вопросам руководитель страны обозначил задачи на перспективу. Аграрный сектор, от его эффективного развития зависит многое. В первую очередь, продовольственная безопасность страны, развитие сельской инфраструктуры и, конечно же, достаток благополучия в семьях. Потому этому вопросу пристальное внимание. Глава государственной системы на основе проводит подобные совещания так, чтобы успешно выстраивать стратегию дальнейших действий, решать недостатки. Цель сегодняшнего прозвучала на заседании повышение личной ответственности руководителей всех уровней за своевременное и качественное проведение агротехнических мероприятий, направленных на ускоренное развитие хлопчатника, и организация работы по заключению договоров и выдаче авансовых средств для посева повторных культур на освободившихся после колоссовых землях. Как известно, из-за прохладной весны, а значит из-за одержки развития хлопчатника, нехватки влаги в хлопководстве, были объявлены два ударных месяца накопления урожая. Обозначены меры по задействованию всех резервов. 20 дней уже прошли, подчеркнул президент, но объем проделанной работы и ее итоги нас не удовлетворяют. Развитие данной культуры все еще запаздывает на 8-10 дней, а в некоторых местах на 12-15. Так, в Каркалпакстане и Хорезме в среднем на 8-10 дней, в Сурхандарье, Кашкадарье, Бухаре на 10-12. В Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Джизакской, Сырдаринской и Самаркандской, на Ваийской областях на 10-14 дней. Как можно оценить уровень личной ответственности руководящего звена, сказал президент. Проблема в том, что в июне-июле хакимы, руководители секторов и, конечно, сами фермеры под предлогом сбора зерновых и посева повторных культур пустили на самотек вопрос эффективного ухода за хлопчатником, не отвечая требованиям качества проводимых агротехнических мероприятий. Неэффективно задействованы культиваторы, плохо поставлена работа поливальщиков и других специалистов. Прозвучали на совещании конкретные цифры территории, на которых допущены недостатки в разрезе районов, и то, что будут усилены меры ответственности за некачественное проведение агротехнических мероприятий. Еще один вопрос, на котором подробно остановился президент, это необходимость своевременной и системной борьбы с сельхозвредителями, повышение ответственности в первую очередь самих фермеров. Ведь прогнозы ученых неутешительны. Вредителей и территорий их распространения немалые, потому, прозвучало с целью принятия научно обоснованных мер, в области было направлено 127 ученых НИИ Академии наук и Ташкентского государственного аграрного университета. Выделено на борьбу с сельхозвредителями дополнительно 100 миллиардов суммов. Но, несмотря на это, некоторые руководители секторов не отнеслись к организации работы ответственно. Так, в Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сурхандаринской областях на сегодняшний день первым поколением коробочного червя нанесен существенный ущерб хлопковым плантациям по 4-5 тысяч гектаров в каждом регионе. Детально остановился президент и на вопросах организации полива сельхозкультуры. Ведь ошибки могут привести к существенной потере урожая. Потому важно прозвучало организовать рациональное распределение водных ресурсов, полив методом шарбата. Озвучил глава государства весь список регионов, где эта работа не была поставлена на должном уровне. Так, в Казбинском, Черокчинском, Камашинском, Денауском, Алтенсайском, Ангорском, Пешкунском, Шафирканском, Каганском, Пахточинском, Нарпайском, Зафарабадском, Мирзачульском, Туракурганском и Мимбулакском районах 60-65% площадей поливалось без использования местных удобрений. Как это объяснят руководители секторов, задал вопрос президент. А в Зарбдорском, Шарафрашидовском и Арносайском районах на 2-3 тысячи гектаров хлопковых плантаций ночной полив методом шарбата вообще не проводился. Глава государства обозначил конкретный комплекс мер по исправлению ситуации, утверждению графиков поливов в августе месяце, рациональному использованию водных ресурсов, повышению персональной ответственности за качество агротехнических мероприятий руководителей секторов и фермеров. За допущенные в данных сферах недостатки ряд должностных лиц были предупреждены, а некоторые освобождены от занимаемых должностей. Еще одним важным вопросом, на котором остановился президент, стало завершение посева повторных культур на освободившихся от колоссовых землях, ускорение работы по заключению договоров и выдаче авансовых средств. Это важно прозвучало, когда на мировых рынках растут спрос и цены на продукты питания. Потому, отметил Шавкат Мерзиёев, одной из важнейших задач является не только насыщение внутреннего рынка, но и повышение объемов экспорта. Именно с этой целью в текущем году под повторные культуры мы отвели 680 тысяч гектаров. Так, чтобы за счет экспортоориентированной сельхозпродукции повысить доходы фермеров. Но, несмотря на значимость этой работы, она все еще не завершена. Были озвучены конкретные территории, где наблюдается отставание. Потому поручено ответственным структурам обеспечить хозяйство, занимающиеся возделыванием повторных культур, необходимыми материально-техническими ресурсами. Усилить контроль за выполнением агротехнических мероприятий, рациональным использованием водных ресурсов, устранить недостатки в сфере заключения договоров с перерабатывающими предприятиями, экспортерами и заготовительными организациями по своевременной выдаче авансовых средств фермерам. Отдельно остановился президент и на вопросе эффективного использования населением подсобных хозяйств. Напомним, с целью их поддержки было создано в этом году 161 предприятие Томарка Хазматы. На организацию их эффективной деятельности запланировано направить 471 миллиард сумм в кредитных средств. Создан фонд поддержки фермерских, дыхканских и подсобных хозяйств. Аккумулировано 500 миллиардов суммов. На сегодняшний день фондом направлено 62 миллиарда суммов на выращивание в подсобных хозяйствах продукции, организацию теплиц, приобретение техники и оборудования. А в рамках программы «Каждая семья-предприниматель» на первом этапе выделено 200 миллионов долларов. На днях специальным постановлением еще 200 миллионов. Все это подчеркнул президент, ориентировано на повышение доходов людей, уровня жизни, обеспечение занятости. Но работа данной службы прозвучала не удовлетворяясь современным требованиям. Важно повысить эффективность деятельности региональных предприятий Томарка Хазматы и расширить их взаимодействие с населением. На совещании были обозначены конкретные целевые ориентиры и по другим направлениям повышению эффективности работы в данной сфере.